МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите далее, продолжить начатое и внести что-то новое о преемственности в работе и новых проектах, рассказал епископ Биробиджанский Кульдурский Лука на встрече с журналистами областных СМИ. Отметили лучших работников местного самоуправления, чествовали в городском дворце культуры областного центра. 95 площадок и около 4 тысяч участников, жители ЯО, присоединились к международной акции «Диктант Победы». Рядом с нами герои нового времени, памятное место землякам, участникам специальной военной операции, открыли в селе Дубовое Биробиджанского района. Рассказали о семейных ценностях в аранжировке классиков. Музыкальные лектории проводят для школьников Биробиджана выездная бригада филармонии. По всей России стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне волонтеры, кадеты и другие участники общественных объединений дарят символ праздника всем желающим. В Биробиджанском сквере Победы к акции присоединились кадеты-юнормейцы школы номер пять. Они получили ленточки, прошли необходимый инструктаж и отправились дарить прохожим символы Великого Праздника. «Георгиевская лента – это символ Победы. Это символ гордости и мощи в годы Великой Отечественной войны. То, что Красная Армия победила немцев. Наша задача на сегодня – раздать георгиевские ленточки обычным гражданам этого города». Горожане с улыбкой встречали кадетов и со словами благодарности принимали георгиевские ленточки, которые являются одним из главных символов во время празднования Дня Победы. «Мы сегодня задействовали у нас кадетов-юнормейцев из пятой школы. Они у нас еще совсем юные. И сегодня, можно сказать, для них, для многих, был такой дебют участия в акции, общения с гражданами, просто случайно проходящими на улицах. Ну и надо сказать, что ребята молодцы, они хорошо с этим справились, достойно». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом эти ленты являются символом памяти, связи поколений и воинской славы. Никита Натапов, Кирилл Сырульников, Новости 21. День пожарной охраны отмечается в России ежегодно 30 апреля. В этом году ей исполнилось 375 лет. Но у огнеборцев ЕАО в 2024-м выпал двойной юбилей. Также исполняется 90 лет пожарной охране области. В связи с этим в преддверии профессионального праздника в Барабиджанской областной филармонии провели торжественное мероприятие, в ходе которого поздравили и отметили лучших сотрудников службы. «Я хочу отметить, что за теми нулями, которые у нас стоят в графе сожженные населенные пункты по переходу огня земельных категорий, то, что в других регионах там не нули, а вполне конкретные цифры были в прошлом году, а у нас нули, вот за такими же в том числе вещами стоит ваша огромная, тяжелая, каждодневная работа». Сейчас на страже пожарной безопасности и автономии в круглосуточном режиме несут в службу 14 подразделений государственной противопожарной службы, а также 39 подразделений ведомственной и добровольной пожарной охраны. «С каждым годом растет необходимость и значимость работы добровольных пожарных формирований. Ежегодно добровольные пожарные принимают участие в смотре конкурса МЧС России. Название «Лучшая добровольная команда добровольной пожарной охраны» и «Лучший добровольный пожарный». В 2023 году добровольная пожарная команда нафельского сельского поселения Еврейской области заняла почетное второе место среди добровольных пожарных команд Дальневосточного федерального округа». Отдельную благодарность выразили ветеранам пожарной охраны. Их поблагодарили за героический труд, трудолюбие и ответственное отношение к профессии. За то, что уже находясь на пенсии, продолжают наставлять новое пополнение, передают опыт и традиции службы молодому поколению. «Я люблю помогать людям, оказывать помощь. Я даже сейчас, вот машина проезжает сигналом, у меня куда, что, когда на душе, как говорится, призвание было. Я не мог без этого. Я стремился, я работал». Для более продуктивной работы пожарной охраны ежегодно проходит обновление материально-технической базы, автопарка и спецсредств. Так и до конца текущего года ожидается поступление еще трех единиц техники. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. «Пришел, увидел, написал». Биробиджанцы в очередной раз присоединились к масштабному просветительскому проекту «Тотальный диктант». Этот проект реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Ограничений для участников нет. «Тотальный диктант» проводится для всех, кто умеет писать и хочет проверить свои силы в знании правил родного языка. Для участия необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта и выбрать удобную для себя площадку. «Я решила поучаствовать в «Тотальном диктанте» для того, чтобы проверить свои знания, узнать, что я знаю, что мне нужно подтянуть в своих знаниях. Но я знаю то, что все будет хорошо, то, что мне нужно ожидать только всего хорошего». В этом году проект «Тотальный диктант» отмечает 20-летие. В юбилейный год текст для него подготовила известная писательница Анна Матвеева. На написание дается один час. В Биробиджане площадку для проведения диктанта предоставил Преамурский госуниверситет имени Шалома Лейхима. По словам преподавателей, грамотность – это одна из важнейших характеристик человека. Поэтому ее надо проверять и совершенствовать. «Наверное, время от времени себя проверять, школу там многие давно окончили, и может быть что-то делать для самосовершенствования, это очень полезно. Многие люди, получив, например, двойку на тотальном диктанте, потом в течение года ходят на курсы, сами читают справочники, занимаются, через год повторяют диктант и пишут его уже лучше. То есть это способствует, наверное, повышению грамотности». Итоги тотального диктанта после его завершения проверяют эксперты в течение четырех дней. Ознакомиться со своим результатом каждый участник может на сайте проекта. Никита Натапов, Софья Генатулина, Кирилл Цырульников. Новости 21. Силы и средства обеспечения правопорядка перейдут в режим повышенной готовности в Биробиджане на время проведения майских праздников. Особый контроль установят в учреждениях и местах массового пребывания людей. Сотрудниками полиции, Росгвардии и другими заинтересованными ведомствами на постоянной основе проводятся учебные тренировки в учреждениях здравоохранения, культуры, образования и других социально значимых объектах. В ходе тренировок отрабатываются действия персонала физической охраны объектов, а также правильность и оперативность нарядов групп задержания вне ведомственной охраны. Это способствует повышению уровня готовности ответственных лиц при совершении противоправных действий в отношении таких объектов. Особое внимание уделяется образовательным и иным учреждениям с пребыванием детей. Среди сотрудников проведены инструктажи по действиям в случае чрезвычайного происшествия. Детям и родителям также разъясняется порядок действия и признаки возможной опасности. Помещения оснащены средствами первичного пожаротушения, а пути эвакуации и выходы проверены на предмет загромождений. В целях предупреждения пресечения среди учащихся в образовательных организациях с правоохранительными органами проводятся профилактические мероприятия террористических и радикальных взглядов. Напомним, в областном центре праздничные мероприятия, приуроченные к 1 мая, проводиться не будут. В свою очередь День Победы, напротив, пройдет традиционно празднично. К 9 мая готовится насыщенная программа по всей автономии. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Открытое первенство области по мини-хоккею с мячом среди юношей 2009-2011 года рождения состоялось в минувшие выходные на открытой ледовой арене в Биробиджане. За победу боролись хабаровские команды СК «Нефтяник», «Ерофей» и команды спортивной школы «Автономия». Это очень огромный опыт набирает. И как нигде он приобретается во время игр, когда проходят игры. Тренировки, тренировки, а все-таки игра – это очень важно. И быстрее принимает ребенок то или иное техническое или тактическое действие. Наставники юных хоккеистов отметили упорство и высокий исполнительский уровень подопечных. Все матчи прошли в упорной борьбе. В итоге победителем соревнований стали юные армейцы из Хабаровском. Биробиджанская дружина в борьбе за серебро опередила соперников из «Ерофея». Софья Геннатулина, Кирилл Цирульников, Новости 21. Смотрите выпуски о символ памяти, связи поколений и воинской славы. В ЕАО стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». На передовой борьбы с огнем торжественное собрание ко дню пожарной охраны прошло в областной филармонии. Для всех, кто умеет писать, биробиджанцы приняли участие в масштабном проекте «Тотальный диктант-2024». К нештатным ситуациям готовы, силы правопорядка Биробиджана к майским праздникам приведут в режим повышенной готовности. На пути к большому спорту открытое первенство области по мини-хоккею с мячом среди юношей собрало команды из Биробиджана и Хабаровска. Епископ Биробиджанский и Кульдурский Владыка Лука встретился с представителями ведущих средств массовой информации еврейской автономии. Журналистов интересовала биография нового владыки и его планы на будущее в Биробиджанской епархии. Владыка Лука родился в подмосковном Солнечногорске, крещен был в младенчестве, с детства интересовался техникой и электроникой. С православием с малых лет знакомила бабушка, читала жития святых. Во время службы в пограничных войсках сам осознанно прочитал Евангелие, что стало для будущего священнослужителя настоящим открытием. Затем Владыка Лука поступил в Московский институт электронной техники, получил диплом инженера. Все это время его не отпускала тяга к православной вере. В институте тоже было интересно, но когда с течением времени я понял, что меня ждет какая работа, все-таки мне показалось немножко на рутины. Мне больше тянуло общаться с людьми. И хотелось поработать больше Богу, Господу. Стал задумываться, какая моя будет дальнейшая судьба, какой путь. Еще во время учебы Владыка Лука нес послушание панамаря и чтеца Никольского храма в Солнечногорске. Затем был принят в число братьев монастыря в честь Архангела Михаила в селе Козиха Новосибирской области. Спустя десятки лет службы и учебы в семинарии в 2023 году был определен Преосвященным Бронецким викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с поручением управления Бердянской епархией Запорожской области. Его храм находился в сотне километров от линии боевого соприкосновения. Сложно было служить в этом отношении, что впервые я был рядом с линией фронта. Для меня война, конечно, это такой совершенно непонятный мир. Всю жизнь прожил мирной жизнью, под Москвой, потом в Сибири. А тут совершенно как вот другой мир, это другой мир действительно. В своей работе по управлению Бердянской епархией владыка Лука намерен продолжить и довести до конца дела и проекты, начатые его предшественником, владыкой Ефремом. В беседе с журналистами он сообщил, что в нашем регионе, как и раньше, будут выстраиваться тесные и дружеские связи между различными религиозными конфессиями. Новостью стало то, что владыка Лука намерен возродить совместные мероприятия с байкерским сообществом. Обычные и крестные мотопробеги, традицию проведения которых прервала пандемия коронавируса. В будущем предполагается реализовать еще несколько идей, которые разнообразят жизнь епархии и всех православных верующих нашей области. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Работников местного самоуправления чествовали в городском дворце культуры областного центра. 21 апреля свой профессиональный праздник отметили главы городов, депутаты местных дум и работники местных администраций. Круг задач, стоящих перед ними, довольно широк. А от эффективности работы напрямую зависит качество жизни населения. Муниципалитеты, руководители муниципальных образований – это самая близкая к народу власть, которая ежедневно, ежескасно, ежесекундно понимает и знает проблемы, решает их, даже те, которые не обозначены в полномочиях. За вклад в развитие местного самоуправления виновников торжества поощрили благодарностями, грамотами и различными ведомственными наградами. От лица губернатора области Ростислава Гольдштейна к собравшимся обратился зампред правительства области Андрей Садаев. Спектр вопросов, которые находятся в вашем ведении, крайне широк. От благоустройства территории до социальной защиты населения. Выполнение этих задач требует от муниципальных служащих высокой компетентности, ответственности, терпения и самоотдачи. Уверен, что эти качества позволят вам и дальше успешно трудиться на благо жителей нашего региона. Официально праздник отмечается с 2013 года. Вести историю местного самоуправления в России принято с 1785 года, когда Екатерина II подписала жалованную грамоту городам. Первый документ, регламентирующий законодательство о местном самоуправлении. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Жители Еврейской автономной области уже в шестой раз приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы». Организует ее региональный исполком «Единой России» при помощи волонтерских объединений. 26 апреля в автономии открылись 95 площадок для написания «Диктанта Победы». На одной из них в Биробиджане свои знания о Великой Отечественной войне решили проверить руководители и сотрудники детско-юношеского центра «Солнечный» вместе с воспитанниками секции «Самба». Очень интересно, как молодому поколению, так и нам уже, людям, которые воспитывались в те далекие времена. Мне самому интересно, насколько я историю Великой Отечественной войны помню. Мне это очень важно, хотя нас учили очень большой объем в часах был. Я думаю, что я справлюсь и неплохо справлюсь. «Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответы дается 45 минут. Вопросы очень разнообразные. Здесь не только нужно указывать даты или фамилии известных личностей, но и знать авторов произведений, посвященных войне, города-герои, события и участников военных действий. Свои результаты каждый участник «Диктанта Победы» сможет узнать в июне на официальном сайте проекта. Как отметил президент России Владимир Путин, бережное отношение к великому патриотическому духовному культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Богдан Патрин. Новости 21. Памятное место в честь павших героев специальной военной операции Евгении Бушуеве и Николая Залесском открыли в средней школе села Дубовое. Оба выпускники школы разных лет связали свою судьбу с вооруженными силами, оба участвовали в специальной военной операции. На украинской земле они пошли в свой последний бой. Участниками церемонии стали родственники бойцов, жители села, руководители регионального исполкома «Единой России» Антон Акимов, школьники и педагоги, руководители Биробиджанского района. «Тяжело очень. Он был хорошим, веселым, радостным. Всегда улыбался. Ну, парень-рубаха был. И когда его вот отправляли на Украину, он бы мог, мы его просили, откажись Жене. А он сказал, бабушка, а как же я буду смотреть ребятам в глаза, если я откажусь? Будет память о нем. Ребята будут видеть, что будут, ну, как сказать, пример брать с них, с этих ребят». Выбор места для мемориала не случайен. В школе возрождается музей, в котором будут размещены материалы о тех людях, которые в разные годы отдали свою жизнь за свободу и независимость страны. Память Евгения и Николая, присутствующие почтили минуты молчания и возложением цветов. «Каждый из нас должен сделать все, чтобы память о ребятах, отдавших свою жизнь, никогда не угасала. Чтобы память о них жила вечно. Потому что это герои нового времени. Герои, которые сейчас защищают нашу страну. Каждый из ребят, кто сегодня находится на передовой, либо по ранению, уволен в запас, к сожалению, погибший – это все герои. Герои нашей большой страны». С инициативой оборудования памятного места обратились жители села. Ранее центральную улицу Дубового украсили баннеры, посвященные героям-землякам. Их имена вписаны в историю села. Их подвиг стал примером настоящего мужества и исполнения воинского долга. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Богдан Патрин. Новости 21. С музыкально-развлекательной программой «Моя семья» посещают школы областного центра артисты Биробиджанской областной филармонии. Одной из выездных концертных площадок стала начальная школа номер 14. Под аккомпанемент произведений известных композиторов ребятам рассказали о роли института семьи в обществе, как он устроен в России и других странах. Таким образом мы адаптируем классическую музыку и связываем ее с темой семьи, для того, чтобы ребенок через классическую музыку понял и принял то, что его окружает, поговорить о родителях, о семейных ценностях, о домашних животных. Опробовали эту программу еще в самой филармонии, но сейчас, благодаря приобретению нового компактного электронного пианино, которое легко в транспортировке и не требует долгой настройки, стали возможны и выездные лектории. Мы можем теперь ездить с концертами в различные другие места и показывать нашу культуру, то, что мы можем радовать слушателя. Естественно, у него нет тех акустических эффектов и возможностей, которые есть у акустического инструмента, но он обладает различными другими плюсами. Ребята на таких встречах активно взаимодействуют с организаторами, рассказывают, как устроен быт в их семьях и о своих домашних обязанностях, чем помогают родителям. Программа концертов продолжится встречами в 23-м лицее и ряде других школ. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова